Когда я вот так вот поговорю, бах, приходит мне ролик, вот такой. Я бы его не стал показывать, таких сотни роликов, тысячи. Что меня удивило? Я посмотрел его. Меня удивило вот это, видите, моя рожа нарисована, то есть не я это делал, я же не умею посмотреть позже, как Валерий Железов, то есть просмотреть. То есть уже кто-то из вас, ребята, взял, может быть, уже используя вот этот самый ролик, добавил вот эту вот самую для того, чтобы, может быть, у них своя группа каких-то увлечённых садоводов, да, чтобы сравнить. Вот. Я, господи, так всё-таки сдвиг-то есть, кто-то всё-таки знает, что как Валерий Железов это делает. Ну и ещё другое. Меня вот это поразило. Человек представился учёным, человек представился опытнейшим, с громадным стажем. Он в этом плане молодец. Но сейчас он начнёт убивать вот это нормально развитое дерево. Вот. Показывает. Дело в том, что меня поразило, что рядом стоит несколько человек, у них в глазах тоска. И я понял одно, что мастер-класс по обрезке, это значит, он набирает людей. Это ролик, естественно, как бы назвать-то, рекламный. Он собрал людей наверняка случайных. Вы бы видели, там вы найдёте, захотите, найдёте сами. Вот. Сейчас всё это легко делается. Значит, и вы видите, тоска в глазах совершенно случайные люди, которых попросили попозировать. Знаете, что они потом, когда он им объяснит, что это лишнее, это лишнее, это лишнее, это лишнее, это лишнее, это лишнее, это лишнее? Вот. Он им даст секаторы, и они подойдут деревьев и начнут их резать. Причём в глазах тоска не представляю. Это просто они позируют. То есть режет, 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 режет. Вот это даже не понимают, что делают. Это я-то вижу, что это рекламный ролик показать, что вот он молодец какой, он людей учит калечить. То есть это, ну, он считает, что лечить или там улучшать. Вот. Это он так считает. А это, вы бы видели эту тоску, и люди, которые просто уже не ведают, что творят, показывают, как они калечат, якобы они уже научились чему-то, и вот они уже дерево подходят, и вот ветку отрезают. Совершенно лишнее, ненужное, глупое, смертельная обрезка. Я на этом, вот я говорю, когда я вот на такое нагляделся, ребята, вот приедет ко мне, не приедет, слушает меня, нет ребрик, я его всегда буду рад. Но я понял, один не поедет, поедет, если группа будет, да? Вот. Ну, соберется та самая группа. Помните, я показывал рекламный этот, на сайте же самого ребрика, рекламное объявление, да? Вы знаете, Владыч, по инерции, он же видел мои статьи, фотографии, видео, множество, он их видел уже, наверное, не одну тысячу, и все это действительно так. У нас однажды случилась страшная беда. У нас было два. Чем мы гордились? У нас груши так. На рынке можно сладкие купить. Ну, на весь рынок принесут пять ведер. Можно считать это феноменом? Сладкий груш, пять ведер на весь рынок? Нет, конечно. Лучше времена абрикосы стояли сотни ведер, и рядом стоит ведро абрикосов, и рядом стоит ведро картошки. Одинаковая цена, представляете? Вот. Но это не каждый год, нет. Ну, это один из трех годов, вот такой. Второй слабый урожай, третий пустой. Вот так, как обычно. Потому что после супер урожая, конечно, деревья не успевают восстанавливаться. Это нормально. Но два года из трех мы с абрикосами. Вот. А было еще и... Было и четыре из пяти. А было и даже... Ну, те годы. Но потом крем отначально раскачивается. Я это связываю с этими двумя самыми лесопронхозами. Сколько они леса... Знаете, когда они сами умерли? Когда? Когда больше врезать было нечего. Вырезали все. И умерли. И люди остались без работы. Половина ушла благодаря дешевому спирту на тот свет. Забросили огороды дачи. У нас было огромное поле, где каждый год расчерчивали по 10 соток, и люди садили картошку. Гигантское поле было. Принадлежалось этому совхозу. Этому самому... Этой деревне. Вот. Сейчас оно все заросло. Могучи-могучими. Солосными. Землю-то не стали раздавать людям. А то по них уже... Все равно бы как-то бы это... Оно было ничья. Подлезь, предательство во всей красе. Лучшие в Сибири места для садов. И вот, значит, что получилось. Деревья начали умирать. Это беспощадная обрезка. Я в сотнях садов побывал. Вы знаете, один... Я разговаривался, но я не могу иначе. Клей появился, это мода и реклама появилась этого суперклея. Сверхлипкий клей. Там было написано, от тараканов согласен. От мышей согласен. И от этих самых муравьев. И люди намазали деревья и убивали их сотнями. Только те, которые я видел. Вот это дурь не сейчас. А самое главное все-таки обрезка. Обрезка, обрезка, обрезка. Сибирь, север. Ну, подробнее мы уже рассказывали. Я просто не могу остановиться. Ведь вы представляете, что случилось с яблонями. 95-90% яблонь уже погибли. Погибли за несколько лет. Быстротечные. Начали гибнуть все моложе, моложе. Дошло до того, я видел, на рынок привозили. Я эти самые. И сейчас уже не привозят, потому что уже, как сказать, уже некому привозить. Вот. Привозили. Там каждая третья была уже заражена. Однолетки уже с желтыми листьями и с характерными повреждениями. Вот. То самое, которое мы не знаем до сих пор. Ужас, что творится. Страшно. Мы были яблоневым краем. По что превратились. А знаете, чего я почему-то долго говорю? Потому что я все эти годы по местному телевидению. 600 с повторами моих передач было. 600 за два года. По местному телевидению. У меня по улице не мог пройти. И здесь человек со мной здоровалось 12. А из 20, 40. Потому что останавливали и не могли это. Не пропускали, пока не расскажут, что у них в саду делается. Вот так было. Вот. И сколько не твердил, все равно уничтожено. Как же это не обрезать яблоню? И везде, где появились раны, в любом месте, особенно раны на кольцо, везде появлялись гнойники, гнойники. Уничтожено миллионы деревьев уже по Сибири. Потому что вы же видели, в фильме идут ко мне со всех краев. Что делать? А ничего не делать. И иногда в отчаянии говорю, обратитесь к этому, к моему другу Долматову Валерию Александровичу, в Челябинске. Показывал его адрес, телефоны. Вот. Обратитесь к нему, помажьте, якобы лечится. Вот. А ведь я, почему говорю? Потому что мне Савельич, Елена Александровна, еще не уезжая, говорил, якобы, в Мичуринске вывеска висит якобы, центр мирового садоводства. Вот. Если уж, получается, был какой-то момент прав Ребрих, да, Савельич был центром сибирского садоводства. Центром мирового любительского садоводства. Никогда ничего подобного не было. Сейчас смотреть страшно, что творится. Едешь, везде, эти яблони в голой верхушке торчат. Это из тех, кто еще никак не выпилят. Вот. Сколько было яблок у нас. Нормальный сад. Я распространял, мне Жигуревская. Вот пришлось, я уже опять разболтался, извините. Пришлось по душе Жигуревского в наших краях. Благодаря Байкаловой от нее пошло, я у нее сразу целый веник тогда черенком купил. Байкаловой у Галины Николаевны. Директор ГСУ Шушенского. Вот. Как они пришли по душе. Прошло всего 5-8 лет, мне говорят, деревья ломаются, не спасти. Яблок море, яблоки 200-300 грамм. Все вкусные. Они же и как летние вкусные. И всю зиму лежат. Я вот просто говорю, именно так получилось Жигуревское. Вот. Проходит еще несколько, Константинович открывает багажник, битком без багажника. Это с одного дерева откуда? Да это ваше дерево. Вот что было. Поубивали к чертовой матери все эти деревья. Ай. А вот так учат. Вот вы знаете, это его заработок. Он не может не учить, потому что мы уже проходили эту обрезку, да. Посадил, обрезал полкроны. И не подходи, пока ветки начнут отсыхать. Отсыхает, не отрезать целиком. И уж когда дерево состарится, если доживет до старости. Вот. Делайте оболаживающую обрезку. Ну тут уж никуда не денешься. Правильно же помните меня, опарина Жанна, как она говорила. Че вы скрываете, что деревья на 11-й год или там 12-й начинают мельчать. Ну на дикарях-то, конечно, будут мельчать. Да еще это самое. Ну это касается не всех деревьев, а именно яблонь, именно на Сибирках. Ну и что? Видели вы мои деревья и на 15-й год? Да.